Время экономических новостей. Что нового на финансовых рынках? Спросим у Алексея Коваленко. Здравствуй, Алексей. Тебе слово. Добрый вечер, Инна. Есть хорошие новости для кубанских хлеборобов. Правительство России отменило экспортные пошлины на зерно. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Правительство отменило вывозную пошлину на пшеницу, так как заградительные меры сыграли свою роль. Цены внутри страны на зерно снизились, а экспорт пошел на уболь. Сообщение об отмене пошлины появилось в твиттере ведомства. Напомним, что экспортная пошлина на зерно действовала с 1 февраля этого года. И одной из основных причин для ее введения стал массовый вывоз зерна за рубеж из-за разницы в стоимости зерна на внутреннем и внешних рынках. Туристического сбора не будет. Правительство не одобрило законодательную инициативу о введении такого сбора. Объясняет это тем, что нововведение может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма. Проект предлагал взимать плату со всех приезжающих в курортно-туристическую местность. Также предполагал, что тарифы нового налога устанавливали бы региональные власти. Рубль немного скорректировался к основным валютам после вчерашнего падения. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов завтра на торгах московской биржи снизился на 7 копеек до 50 рублей одной копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов завтра также упал на 13 копеек по сравнению с уровнем сформировавшимся в ходе предыдущих торгов и составил 56 рублей 98 копеек. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, нелегко деньги нажить, легко прожить. Это смотря как и где зарабатывать. Это был Алексей Коваленко со своим экономическим обзором.